Мы находимся на принудительном отделении номер 8, где находятся наши пациенты, поступающие с постановлением суда со всех регионов нашей республики. Каково типичное представление о психбольнице у рядового кыргызстанца? Обычно это темные коридоры, решетки, колючая проволока, пациенты, связанные с суровыми санитарами. Обычно психиатрическую больницу принято бояться, но так ли это на самом деле, мы решили выяснить и приехали сюда, в республиканскую психиатрическую больницу села Чеморван. На первый взгляд ничего устрашающего мы не заметили. У ворот учреждения нас встретил приветливый сотрудник охранной службы. Долго не расспрашивая, пропустил на территорию больницы. Пропускают сюда, разумеется, не всех. Машины практически сюда не заезжают, в крайне редких, исключительных случаях, когда привозят новых пациентов. Первым делом пациента встречают в отделении приемный покой. Здесь дежурные врачи измеряют температуру, артериальное давление, обрабатывают руки. Здесь все почти как в приемной обычной больнице. Только вот выясняя личность пациента, доктор спрашивает не только, на что жалуется пациент, но и не слышит ли он чужие голоса в ушах. Если да, то что говорят эти голоса, может они дают приказы. После проведения первичных процедур, родные поступившего человека или сопровождающие лица должны заполнить бланк на согласие о госпитализации больного. С этого момента он становится пациентом и его затем отводят в отделение. После передачи документов поступившего в дежурном отделении, его здесь обследуют. Проводят проверку состояния тела, нет ли никаких следов от побоев или следствий рукоприкладства. Состояние пациента стабильное, значит можно и определить ему койку. В эту больницу пациентов привозят из разных регионов страны. Бывает поступают с направлением, а бывает и без. Добровольная госпитализация по направлению проходит, как правило, тихо, без каких-либо эксцессов. Но бывают и случаи, когда человек поступает в психдиспансер в принудительном порядке, соответственно без направления. Такие пациенты, говорят врачи, могут подвергать опасности не только себя, но и окружающих. В таких случаях работникам психиатрического учреждения приходится повозиться. В таком случае мы комиссионно здесь смотрим сразу в составе трех врачей. И сразу мы актируем, направляем в Кеменский районный суд. И в течение 72 часов мы должны направить акт. Потом суд сюда приезжает, у нас состоится суд, они нам дают постановление на лечение в течение шести месяцев. И по улучшению состояния мы их уже выписываем. В крайне редких случаях, когда больной находится в возбужденном состоянии и представляет угрозу себе и людям, находящимся рядом, врачам приходится производить так называемую фиксацию пациента. Например, в отделении у больного резко изменится состояние. Там, например, под воздействием голосов он может ударить кого-то, кого-то избить, кого-то задушить, даже разбить может стекло, порезать себе, суитель совершить может в это время. Поэтому в это время мы сразу, медсестра нам докладывает, мы смотрим состояние больного и фиксируем в течение часа. В течение часа по улучшению состояния мы их освобождаем. Мы их фиксируем психотропными препаратами. Все поступившие больные с возбуждением, которые поступают, у нас они по режиму проходят. Первый режим – это наблюдательная палата. Они там получают лечение. По улучшению состояния мы их в другую палату переведем на режим номер два. После режима номер два мы их переводим в третий режим. Третий режим – это у нас уже пациенты, которые готовы на выписку. Психиатрическая больница состоит из девяти отделений. Лечение здесь сейчас получают 315 больных, из которых 212 мужчины и 103 женщины. Причины, по которым они оказались здесь, разные. Одних привозят родственники по направлению врача, другие поступают по постановлению суда. Те, кто попал сюда по судебному решению, находятся в отделении номер 8. Мы находимся на принудительном отделении номер 8, где находятся наши пациенты, поступающие с постановлением суда со всех регионов нашей республики Северного. Здесь у нас в основном находятся пациенты усиленным, обычным и с другим режимом наблюдения, которые сняты из-под стражи. Если подстражные, они направляются в Казалджар, это Джалалабадская область. На момент нашего визита в принудительном отделении находилось 38 пациентов, 8 из которых с усиленным режимом, остальные 30 с обычным. Режим пациента, как отметили сотрудники, определяется решением суда, в зависимости от инкремнируемого деяния больного. Почти каждый день сотрудники отделения рискуют жизнью. Неадекватное, мягко говоря, действие психически больного человека здесь однажды уже привело к смерти врача. В подобном отделении, это где-то в 99-м году, был такой случай, нападение пациента на врача с летальным исходом было. Как происходило? Ну, со слов вот тех, которые работали, видимо, во время поступления, когда вот были все вот заняты, у пациента был острый предмет, и вот этим острым предметом во время обхода нашего врача он пырнул этим острым предметом в живот с летальным исходом, и мы потеряли врача. Это был очень печальный случай. И даже несмотря на такие крайние случаи, врачи здесь любят свое дело. Говорят, стаж работы почти у каждого сотрудника больше 10 лет. Это Саган Тенчиева. Она медсестра приемного покоя. Здесь все ее называют тетей Сони. Работает она уже больше 30 лет. Живет медсестра, как и многие сотрудники больницы, неподалеку от учреждения. Ну, вы знаете, это наши больные, наши пациенты. Такие пациенты, что они нужны только нам. Они очень здесь уважают всех больных врачей. Они говорят, что вот когда мы здесь ложимся, мы здесь хорошо получаем лечение. У нас очень, очень хорошие, грамотные врачи. Работать в психиатрической клинике, рассказывает медсестра, она, конечно, не мечтала. Но другой у нее нету. Рада, что есть и такая. Я очень счастлива, что у меня есть работа, что я здесь зарабатываю свой хлеб. Здесь я вырастила своих детей. Сейчас помолаю внукам, внучкам. Вместе с Саган Тенчиевой в Республиканском психдиспансере трудятся 260 сотрудников. Среди них и те, кто готовит еду для больных. Они работают в отдельном пищеблоке. Бывали, рассказывают они, и тяжелые времена. Позапрошлом году у нас были старые котлы, а потом перестало работать. Мы начали готовить наказание на улице. Нам было немножко трудно, конечно. Три-четыре месяца мы наказание готовили. Потом привезли гуманитарную помощь, вот этот котел, и с фокса помогли нам, и купили оборудование. Сейчас все оборудование работает, все нормально сейчас. Меню составляется на основании сборника рецептур. По утрам идут молочные продукты, разные каши, блинчики. На обед обязательно мясные блюда, фрикадельки, котлеты, биштекс. Обычно именно в обеденное время здесь особенно много людей. Дежурные вместе с пациентами забирают еду в свои отделения. Спустя 20 минут после приема пищи принятие необходимых медикаментов обязателен для каждого пациента. Таблетки распределяются за день, вечером, по группам, по дозам каждому больному индивидуально. У нас все лекарства хранятся в шкафу, отдельно. И стоят по группам. Соматика, корректор, нейролептика, противосудорожный, это больно. Конечно же, не обходится и без случаев, когда больной просто отказывается пить лекарства. Для таких случаев у медсестер здесь свои хитрости. Мы вариваем каждого больного, не хотят пить. Они считают себя здоровым, поэтому мы стараемся расстолочь и заставлять пить. Оказаться в психушке, говоря простым языком, вряд ли кто захочет. Не все пациенты осознают и воспринимают необходимость лечения возникшего у них психиатрического расстройства. Другие смирились. Меня, в общем, 16 лет изнасиловали, и после этого я заболела. Не знали шизофрению. Вот 16 лет я ничего не помнила. И вот психика нарушилась, сильно была избита. Потом черного рака отвезли. Потом сразу в психиатрию в 10-е отделение поступила. Бывало просто, я ходила в депрессию, сама в себя это замыкалась. А после маминой смерти я ничего не хотела. Здесь что? Ну, я свыклась уже с этой жизнью, как бы смирилась. Ну, что могу сказать? Врачи хорошо относятся, пенсию получают. Со стороны обывателю может показаться, что это пациенты обычной клиники. Но, по словам врачей, всегда надо быть на чеку и готовым к нападению или к другим агрессивным действиям со стороны больных. Ведь защитить медперсонал здесь некому. С 2009 года из-за нехватки финансовых средств больница работает без охранной службы. Это, как отмечает руководство, одна из главных проблем психдиспансера. Именно в принудительном отделении вообще мы нуждаемся в охране. В охране этот вопрос, наверное, будет решаться, потому что это издавлие, более 10 лет поднимается. В данный момент эти пациенты охраняются медицинскими работниками, нами, усиленными постами. Это две медсестры и четыре санитара. Но это тоже работает на свой риск. А бывает и такое, как говорит главврач в психиатрической клинике, что сами родственники оставляют у ворот пациента, даже если у поступившего нет показаний для госпитализации. Даже наши дежурные врачи, когда говорят, что нуждаются только в уходе, над ним просто наблюдайте. Здесь нету острого психоза. Но, однако, бывают такие случаи, что они оставляют на территории нашей больницы этих пациентов. И мы вынуждены их принимать. Под финансирование у нас осуществляется через ФОМС. Это фонд обязательного медицинского страхования. В данный момент таких-то задержек пока нет. Зарплату получают на питание, на медикаменты и на прочее выделяют. Но желательно было бы еще немножко рассмотреть, чтобы в должном уровне. Так сложилось, что Чимургон у многих кыргызстанцев ассоциируется исключительно с психиатрической больницей. Небольшое село с населением около 5000 человек. Такое же, как и другие сотни в стране. И живут в нем вполне адекватные, мирные и приветливые люди. Ассоциация с психушкой местным жителям, конечно же, не нравится. Три года назад кыргызские кинематографисты сняли фильм и назвали его «Побег из Чимургона». Возмущенные жители села устроили митинг у здания Министерства культуры и требовали переименовать название картины. В результате они добились своего. В обществе название села стало нарицательным, которое иногда используется в оскорблениях. Поэтому, как говорят жители Чимургона, они не торопятся называть, откуда они. В основном, когда спрашивают, откуда ты или куда едешь, никто не говорит, что с Чимургона. Все говорят названия соседних поселков – Кимин, Джаналыш, Бобег. Стесняются говорить правду. Все думают, что в селе все такие ненормальные. Впрочем, многие местные жители уже перестали обижаться на сложившееся стереотипное мнение. Взрослые даже с юмором относятся к этому. Как-то со мной приключилась смешная история. Я ехал из Сысокуля. Одна из пассажирок спросила у меня, куда я еду. На что я ответил – в Чимургон. После этого я заметил, что женщина сразу перестала со мной разговаривать, отсела подальше от меня, а позже вовсе пересела вперед. Я подсел к ней. В итоге она, даже не доехав до Кимина, поторопилась к выходу. Потом водитель начал спрашивать у меня, что я сделал. На что я ответил, что всего лишь сказал, что я из Чимургона. На вопрос, не боятся ли они находиться в местности, где неподалеку живут психически нездоровые люди, они говорят, что уже привыкли. Более того, когда пациенты сбегают с больницы, они практически сразу узнают об этом и помогают врачам найти беглеца. Они в основном прячутся на поле. Мы там их сразу находим и отводим в больницу. Или бывает ловим прямо здесь, у дороги, когда они пытаются поймать машину. Я подъезжаю, говорю, давай довезу, куда тебе надо. Сажаю в машину и доставляю его в отделение. Бывает даже, что нам звонят с больницы и спрашивают, не встречали ли мы незнакомых людей. Совершить побег из психиатрической больницы легче простого, так как территория ограждена очень низким забором, да и то только местами. Где-то ограждением служат брошенные в кучу ветви деревьев. Сотрудники больницы ежегодно белят стены, красят, но здание нуждается в капитальном ремонте и строительстве надежного забора. Необходима и реконструкция пищеблока и банно-прачечного отдела. Но несмотря на эти сложности, маленькую зарплату, медперсонал больницы настроен на работу оптимистично. Кто, если не мы? Скромно говорят они.